Покупая смартфон, редко кто думает о том, что придет время его смерти, поломки или потери. Самое страшное это то, что это может быть все очень быстро и неожиданно. Рассказывая вам о безопасности, я часто прибегаю к рекомендации установить 2FA защиту, и это очень важно. Однако, чтобы не потерять доступ к своим одноразовым паролям и больше никогда не попасть в аккаунт, я сегодня научу вас переносить их на другое устройство. Надеюсь, сегодняшний гайд поможет вам быстро решить вопрос с переносом 2FA паролей, как на телефон, так и на любое другое устройство с поддержкой Google Аутентификатор. Ну, приступим к делу. Так как Google 2FA при использовании не требует дальнейшего использования онлайн-подключения к сети, мы можем максимально обезопасить свои пароли, добавив их, скажем, на старые устройства, которые не используются и не собираются продаваться. Пусть они останутся дополнительной защитой в случае поломки или кражи смартфона. Я буду показывать, как я переношу это на планшет, то же самое можно сделать и на смартфоне, и с ПК. Однако, если этот ПК подключен к интернету, как, впрочем, и те другие устройства, то это может создать дополнительный риск взлома вашего устройства, так как хакеры могут получить к ним легкий доступ. Поэтому я вам настоятельно рекомендую делать копии, да и в целом пользоваться этой программой только с надежного устройства, без доступа к интернету. Итак, есть несколько способов переноса до Wi-Fi, я расскажу о самом простом. Для этого вам нужно иметь два устройства, откуда мы будем переносить и куда мы будем переносить. Далее открываем приложение, жмем на троеточие сверху и выбираем «Перенести аккаунты». Теперь не напутайте, то устройство, с которого мы переносим аккаунты, для него нужно выбрать «Экспорт аккаунтов», а тот, на который все переносится, выбираем «Импорт аккаунтов». После этого выбираем все почты списки и жмем «Далее». Приложение нам выдаст серию QR-кодов, которые мы должны отсканировать на том устройстве, на которое переносим данные. Если вдруг вы имели на старом аккаунте несколько почт, то ничего страшного, новые добавятся к ним, оставив вам доступ как и для старых, так и для новых аккаунтов. Еще важное дополнение. При добавлении какого-либо сайта в аутентификатор, обязательно записывайте резервные коды. Это ваше спасение, если вдруг все пойдет не так, как вы планировали. Пожалуй, это самый простой способ переноса данных. Надеюсь, вы все сделали правильно и ваши деньги, ваши данные будут в большей безопасности. Если знаете еще интересные способы защиты, пишите в комментариях. А если вы еще не смотрели видео по максимальной защите вашего ПК, то ссылка на него будет в описании к ролику. Подписывайтесь и делитесь полезной информацией. До скорого!